Трамвакс на Старосиной площади. Снаружи очередь, прямо на трамвайных путях, где к тому же ездит и другой транспорт. Люди стоят и покорно ждут. Кому-то идея превратить трамвай в пункт вакцинации пришлась по душе, а кто-то недоволен организацией работы медподразделения. Вчера первый день открыли, я пришла узнать. Конечно, я пришла уже за третью бустерную узнать, которую еще не делают. Но тем не менее, конечно, смотрите, люди уже стоят, уже хотят делать. Не каждый с автобусов выходит, пусть они ходят. Должен быть врач в белом халате выйти и рассказать, сколько вакцин, сколько она держит и так далее. Вот люди не знают, какую вакцину они хотят. Водитель трамвая инициативой однозначно доволен. Вместо прямых обязанностей управлять трамваем, можно свободно посидеть в телефоне. Почему сняли с маршрута новенький вагон «Одиссей» и зачем его поставили в качестве непередвижного пункта? Для популяризации вакцинальной кампании, говорят в департаменте здравоохранения горсовета. «Чому трамвай? Ну, может, знаете, потому что уже до таких торговельных центров мы звикли, что кожные там вихедние, а сейчас каждый день в нас працюют центры массовой вакцинации. А сейчас, благодаря тому, что это трамвай, это вот так вот, ну, потрапило больше, может, какой-то медиаповод. И это помогает достигнуть главной меты – донести до какого-то большей количества людей, что вакцинация безопасна, что вакцинация эффективна, что вакцинация доступна на разе в Одессе, что вакцинация нужна каждому Одессе». В первый день работы нового центра вакцинации привили 42 человека. Во второй, 12 ноября, почти вдвое больше. С таким увеличением потока одна медбригада справляется с трудом. Как результат, людям приходится долго ждать в очереди. «Многие, к сожалению, приходят без декларации. Для того, чтобы человека внести в базу данных, я вынуждена ему делать электронную базу. Это занимает время. То есть электронную карточку. Это занимает время. Большая просьба организовать вторую мобильную бригаду вот на таких пунктах трамвайных, для того, чтобы мы быстрее смогли больше населения обслужить». Отмечу, что пункт вакцинации на Старосинной работает ежедневно с 9 утра до 17.00. На сегодня доступны препараты Комьюрнити, Файзер, Астрозенека и Коронавак. Константин Гречаный, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». «Репортер»